Год назад в британском Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль. О том, с чего началась эта громкая история, вспомним прямо сейчас. Справка. 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к этому причастны российские спецслужбы. Александра Петрова и Руслана Баширова обвиняют в преступном сговоре с целью убийства Скрипаля в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли. В Кремле обвинения отвергают и требуют объективного и открытого расследования. Журналисты радио «Комсомольская правда» пообщались с племянницей английского шпиона Викторией Скрипаль. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, как последние 365 дней изменили ее жизнь, почему родственники уже потеряли надежду на воссоединение и чем, по ее мнению, может закончиться эта история. Виктория, а когда вы последний раз общались со своей сестрой Юлией Скрипаль? 24 июля прошлого года. С нами она на связь не выходит. Но она не отрицает, что ей дают номер телефона, что она не свободна. Я вот такая, да это и понятно. Тот телефон, который есть, если его набирает семья, то его сбрасывают. Если мы пишем смс, то мы понимаем, что наши смс читаются, но ответа мы не видим никакого. То есть дано задание с семьей не общаться, отдалиться от семьи. Великобритания заявляет, что с Сергеем Скрипалем все хорошо. Он жив, но в целях безопасности не может выйти на связь с родными. Вы верите в это? Знаете, вот мне очень интересно, мне вот говоря, вот я вам скажу, да, на Марсе жизнь есть. Верьте мне, вот это точно равносильно тому же самому. То есть с самого начала, как повела себя британская страна, даже по отношению ко мне. То есть первый мой звонок был в посольство Великобритании в Москве. Там меня сказали, девушка, вы свободны, мы с вами разговаривать не будем. Вот. Принять в посольство меня, чтобы там поговорить со мной и дать мне возможность опорнить визу, вот, Британия решилась только под давлением общественности. И в визе мне было отказано. При этом, что лежала нота от России, что все на себя берет российская сторона, все-все-все. Мы предложили им соблюсти вообще все, вот что они хотят, мы все будем делать, все. Только дайте увидеть родственников, которые лежат в госпитале. Этого права я была лишена. На каком основании? Скажите, где есть такое международное право, чтобы не дать увидеть, так скажем, умирающего родственника? При этом я честно заявила, что да, у меня есть доверенность от бабушки, что я на территории Великобритании буду представлять ее интересы. Так как человеку 90-й год, и она не может этого сама сделать. Сергей Викторович сам лично доверил мне свою мать и опеку над ней. А теперь получается, что когда что-то случилось, то есть я могу, так сказать, взять опеку над его матерью, а над ними как-то, вот понимаете, вот не могу. Видно, не хватит у меня сил на это, на все. Так решила именно британская страна. Еще раз подчеркиваю, вы когда-нибудь слышали, что вы, Юлия или Сергей Викторович, делали заявление о том, что они не хотят вернуться в Россию, что Россия это страшная вообще страна, что вот они просят политического убежища, особенно Юля. Юля на данный момент, вот даже сейчас, она является российской гражданкой, у нее есть российский паспорт. Она, по-моему, не заявляла, не делала заявлений, что она просит политического убежища. Были такие заявления, не было таких заявлений. Даже в те минутки, которые там давали ее увидеть или услышать, вот, ну, когда мы ее видели и слышали, она такого не заявляла, она всегда заявляла, что она хочет вернуться в России. Я так понимаю, что Сергея Викторовича нету в живых, его давно нету в живых. Но говорить, что он мертв, как бы, они не могут. Вот видите, сейчас прочитала, что там британское правительство, там, это вот, пошло, значит, отнесло, там, цветы на могилу к Людмиле Александровне и к Александру Сергеевичу. Ну, спасибо им хоть на этом, вот, что вот Юля и Сергеевне могут сами на могилу прийти к собственной жене, к сыну, ну, к сыну, там, да, брату и матери. А вот в Британское, видите, какие они щедрые оказываются. Вот, а не хотят они лезть в заботу, а его 90-летней матери. Вот, ей 91-й год. Как себя чувствует мать Сергея Скрипаля? Как она оценивает ситуацию, которая произошла с ее сыном? Она до конца всей ситуации не знает. В сфере того, что я подала заявление в полицию, то, что ее надо было опросить, ей просто сказала, что они пропали без вести на территории Великобритании. Никто не знает, где они находятся. На что она сказала, господи, да что же это творится такое в этом мире, все. Я не могу ей сказать, что их отравили боевым отравляющим веществом, что они, как подопытные кролики, находятся на какой-то военной базе. А как вы думаете, вот мы год уже находимся под этим давлением. А нас-то вообще-то особо-то никто не думает. А представьте, ей 91-й год, и я ей должна буду такое сказать. И как дальше? И каждый день она должна слышать вот это вот, знаете, не, как говорится, это. Ей так тяжело было все это воспринимать, когда там это все только начиналось в 2004 году, да, в 2006-м она узнала, что вот вдруг ее сына обвинили, сказали, что он предатель. Потом обменяли, ну, слава богу, обменяли, и хорошо. Вроде бы как жизнь дорог на свободе, и все. А теперь ей опять надо сказать, что ты знаешь, что твой сын подвергся атаке химическим оружием, и не только твой сын, но и твоя внучка. И что с ними сейчас происходит, никто не знает. Как вы оцениваете позицию Великобритании по данному инциденту? Та сторона вообще о нас не задумывается, и пощу, что происходит с людьми, которые остались, так скажем, в России. Они тешат свои амбиции, ну, значит, пусть тешат свои амбиции. Для меня самое главное, и как бы первоочередное, то, что я ставлю во главу угла, это моя семья, мои дети, мой муж. Мне надо, чтобы у них все было хорошо, и у них было все спокойно. Вот пока мне это удается как-то вот делать так, что вот не трогают пока моих детей, скажем так, моего мужа и 90-летнюю бабушку, ну и слава Богу. Я говорю, я ничего большего не просила, скажем так, от той стороны. Я просила просто дать возможность, чтобы Сергей Викторович раз в неделю, раз в две недели, как он раньше звонил, так и звонил матери. И разговаривал с ней по телефону. Большего я ничего от него не прошу. Но если британская сторона считает, что это чересчур много, я понимаю, что с первого дня, то есть, британская сторона приняла такое решение для себя, что я рука Кремля. Хотя здесь многие считают, что я там, я не знаю, там называют британской сволочью и по-всякому. Ну, хорошо. То есть мы не там и не там, понимаете? Мы вообще, мы не защищены, мы никем не защищены. Как изменилась ваша жизнь за последний год? Вы оказались в центре внимания, журналисты со всего мира пытались связаться с вами. Никто же не понимает. Вы все выполняете свою работу, а никто не думает о том, что у нас тоже есть своя работа, у нас тоже должна быть какая-то жизнь. А у нас ее этот год не было, во всяком случае у меня. Ни один работодатель тебя не будет терпеть на работе с твоими вот такими вот, скажем так, постоянными корреспондентами, постоянными вылазками. Вот эта вот вся огласка, вся эта шумиха, она не нужна никому. Тем более сестра у меня живет в военном городке, можно сказать, на закрытой территории. Она раньше была на государственной службе, теперь она не может пойти на государственную службу. И я не могу пойти на государственную службу при всем своем желании, понимаете? Мы, как семья, мы не защищены. С нами можно делать все, что угодно, понимаете? И британскую сторону вообще этот вопрос не волнует. Но мы остаемся, понимаете, мы, как родственники, мы остаемся один на один с этой проблемой. И мы сами должны ее как-то решать. Нам никто не поможет. Мы ее все решаем, все, каждый в меру своих возможностей. Какие вы сейчас предпринимаете попытки, чтобы узнать о судьбе родственников? 5 февраля непосредственно мы отправляли в вопрос МИД по поводу того, что просим еще раз обратиться к правительству Великобритании, ну, или к МИД Великобритании, вот, чтобы нам все-таки дали какую-то возможность увидеть, встретиться или хотя бы что-то узнать по линии родственникам. То есть 5 февраля, да, было направлено заявление. То есть мы все делаем, что можем. Но опять же я вам говорю, вот понимаете, вот мы общаемся с вами, я общаюсь со всей прессой. Вы хоть раз слышали правозащитников со стороны Великобритании или правозащитников со стороны России, которые бы вот просто-напросто хоть раз бы крикнули где-то, что нарушаются права человека. Вот. Вы слышали такое? Я такого не слышала. Все дистанцировались и живут по принципу, как бы чего не вышло. Как вы думаете, чем закончится вся эта история? Я думаю, что в ближайшие года два, еще три, мы ничего нового не узнаем. Нас так и будут кормить завтраками. Ну, может быть, нам наконец скажут, что Сергей Викторович, да, вот он погиб, вот во всем виновата Терезаной, если она уйдет. Вот. То есть чтобы как-то вот ее по полной загране отчернить и все свалить на нее и брить это, и, так скажем, и эту всю ситуацию. Вот. Только вот в таком ключе. Ну, вы видите, я разговариваю со всеми, я никому не отказываю, скажем так, в комментариях, и никому не отказываю, скажем. Вот. У меня уже дома кто только не перебывал там, да, со всеми стараюсь общаться, вот никому не отказывать, потому что понимаю, что пока мы об этом говорим, только есть какая-то надежда, что люди останутся, ну, хотя бы Юля останется в жилых, вот. Как только мы замолчим, то, как мы только не будем давать эмоционного повода, то, ну, и все очень красиво замолчат и забудут какая-то про все. И неизвестно, что потом будет.